Продолжим наш разговор про скрытые склонения. Приведем еще несколько примеров из Корана, а также из повседневной жизни арабов для Алисмаль Махсур, для имени на конце которого имеется буква Алиф, из-за чего его поддержанная голосовка бывает скрытая, подразумеваемая, например Пророк Муса сказал, отвечая «Это мой посох». В этом предложении слово Аса является Ахабр Аль-Муктадай, сказуемым подлежащего Хи. Аль-Хабр Марфуан, Ахабр, сказуемое подлежащего, как известно, должно быть в именительном падеже, в состоянии Раф. У Аль-Амуту Рафи признак падежа Раф в этом имени Аддамуту Аль-Мукаддарату, то есть в этом имени Аса Аддамуту Аль-Мукаддарату Аля Ахирихи, скрытая на конце этого имени Аддаман. Мана Амин Зухуриха Аль-Та'ззур. Так как проявиться падежной огласовки, здесь помечала невозможность дать огласовку Алифу. Истихалута Тахрики Ла Алифи. Адаму Кабули Ла Алифи Ла Ай-Я Харакатин. Значит, в этом примере слова Аса у нас Морфун, поставленный в состоянии Раф именительной падежи. Другой пример для этого же имени. Фааль-Ка Аса. Он бросил свой посох. В этом предложении слова Аса является Мафул Бихи прямым дополнением для глагола Аль-Ка. Мада Аль-Ка? Что бросил? Бросил что? Аль-Ка Аса. Бросил свой посох. Значит, Аса это Мафул Бихи. Прямое дополнение. Прямое дополнение должно быть в состоянии насып в ЮНИТТЕЛЬНОМ ПДЖ. В АЛАМУТ НАСПИ. Признак падежа насып в этом имени. Аль-Фатхату. Аль-Мукаддарату. Аль-Акхири. Скрытое подразумеваемое Фатха на его конце. ВАЛИМАДЕ ХИ Мукаддарату? Почему здесь огласовка Фатха скрытая? Потому что на конце этого имени имеется букву Алиф. ВАЛЬ-АЛИФУ ЛАТАКБЛА АЙЯ ХАРАКАТИН. А Алиф не принимает никакую огласовку. ВАЛЬ-ИЗА КАНАТИЛЬ ХАРКАТУЛЬ ИРАБИЯТУ ХАНАМУ КАДДАРАТАН. И поэтому падежная огласовка здесь стала скрытой подразумеваемой. Это был пример падежа насып в ЮНИТЕНУ ПДЖ. Примером падежа Аль-Жар родительную падежа с этим же именем, АСА может служить предложение или часть аята УДАР СВОИМ ПОСОХОМ О КАМЕН. В этом примере у нас слова АСА МОДЖРУРН БИХАРФИЛ-ДЖАРИ Поставлен предлогом РОДИТЕЛЬНУ ПДЖА БА в состоянии Аль-Жар в родительную падеж. У АЛАМУТУ ДжАРИДИ признак падежа Аль-Жар родительную падежа в этом имени. АЛЬ-КАСРАТУЛЬ МУКАДДАРАТУ АЛЯ АХИЛИХИ Скрытая подразумеваемая КАСР на его конце. Проявиться падеж на огласовке КАСР здесь воспрепятствовала или помещала невозможность дать огласовку букве АЛЬФ. То, что АЛЬФ не принимает никакую огласовку. Это у нас был падеж Аль-Жар родительный падеж. Следует отметить, что буква АЛЬФ, имеющаяся на конце имени АСР, основной была буквой ВАУ. Знак различия между АЛЬФом, который в основе был буквой ВАУ, и АЛЬФом, который в основе был буквой Я. Как, например, АЛЬФАТАЮ и АЛЬФАТАУ в итоге. Приведем в пример одно предложение, в котором приводится именно к конце, в котором имеется АЛЬФ в виде Я. У всех трех его падежных состояниях. Это АРРОФ, именительный падеж, АНАС, винительный падеж и АЛЬДЖАРУ, родительный падеж. Этот пример взять из замечательной книги ДРУС ЛОГАТАЛЬ АРАБИТИ, уроки арабского языка ЛИГАРИНАТА ГИНАБИГА, для тех, кто не говорит на нем. Который известен среди обучающихся арабскому языку, как мединский курс. Итак, пример взять из третьего тома из этой книги. КОТАЛЬ АЛЬФАТАЛЬ АФАА БЕЛЬ АСА. Юноша убил змею палкой. Итак, КОТАЛЬ это у нас ФИАЛЬ НАДН, глагол прощающего времени. МАБНЮ АЛЬФАТАН с неизменяемым кончанием с ФАТХА на конце. АЛЬФАТА это ФААЛЬ АЛЬФАЛЬ ФААЛЬ, действующий лицо этого глагола. МАРФУАН БЕЛФААЛЬ поставленный глаголом состояние АРРОФ, в именительный падеж. У АЛЬАМАТУ РАФХИ признак падежа АРОФ в этом имени. АЛЬФАТАЛЬ АЛЬФА, скрытая подразумеваемая дама на его конце проявиться. Проявление огласовки дамы здесь воспрепятствовало АЛЬФУ, невозможность дать огласовку АЛЬФУ, ТААЗРУ ТАХРИКИЛ АЛЬФИ, то что АЛЬФ не принимает никакую огласовку. АЛЬФАТА МАФУЛЬ БЕГИ прямое дополнение глагола КАТАЛЬ. МАНСУБАН БЕЛФАЛЬ поставленный глаголом состояние нас в именительный падеж. У АЛЬАМАТУ РАФХИ признак падежа нас в этом имени. АЛЬФАТАТУ АЛЬМУКАДДРАТУ АЛЯ АХРИХИ, скрытая подразумеваемая фатха на его конце. МАНАМИН ЗЛУГУРИ ГАТТААЗУР, проявиться в падежной огласовке фатха помещала невозможность дать огласовку букву АЛЬФ, АЛЬФ на конце этого имени. Следует отметить, что АЛЬФ на конце этих двух имен, АЛЬФАТА и АЛЬФА, пишется в виде или форме Я без точек, как знак того, что изначально там была буква Я. Как мы уже говорили в словах АЛЬФАТА, АЛЬФАТАЮ в основе, АЛЬФАТАЯНИ, АЛЬФАТАЮ и т.д. А слово АЛЬФАТАЮ, АЛЬФАТАЮ, пишется в виде АЛЬФА, так как изначально здесь была буква, на что указывает его форма, двойственные числа АЛЬФАТАЮ и т.д. Значит, здесь изначально было АЛЬФАТАЮ, а после стало АЛЬФАТАЮ. Дальше БЕЛЬАСАТА. АЛЬБАТАЮ, это харфу Джер, предлог родительного падежа МАБНИУ АЛЯ КАСРАНИ, с неизменяемым окончанием с КАСРАНИ на конце. АЛЬБАТА, это ИСМУН МАЖРУРН БЕЛЬБА, имя, поставленное харфом БА, в состоянии Джер. В родительном падеже, в АЛЯМУТУ ДжАРДИ, признак Джера здесь, это АЛЬКАСРАТУ ЛМУКАДДАРАТУ АЛЯ АХРИХИ, скрытое подразумеваемое КАСРА на его конце. МАНАМИН ЗЛУХУРИХАТТАЮДУР, проявиться, которое помещало невозможность дать АЛЬФу какую-либо огласовку. ВАЛЬДЖАРУ ВАЛЬМАЖРУРА МУТАЛЛЮКУ БЕЛЬФИАЛИ, то есть БЕЛЬАСА, все это состоит в смысловой связке с глаголом КАТАЛА. Это уже пока что не наша тема, продолжим на следующем уроке, иншаллах, в Аллаху АЛЛАМ. ПОДПИШИСЬМЕНТЫ ении Witcher 3 ПОДПИШИСЬМЕНТЫ ВАЛЬДЖАТАЦИНТЫ ВАЛЬДЖАТЬ lama Gina Kennedy